После того, как представители администрации сняли символическое полотно с мемориала, все присутствующие смогли увидеть бронзового солдата, который гордо смотрит вдаль. Солдата-победителя, но не завоевателя, а человека, уставшего от войны. И, как отметил первый заместитель главы Ленинского района Дмитрий Волков, это собирательный образ русского воинства. Мне кажется, невозможно оценить долг советского русского солдата, именно долг, когда впервые ты вступаешь в бой и осознаешь миссию себя, миссию своей жизни, что ты должен защитить свою семью, свой народ, свою родину. Настоятель Троицкого храма поселка Измайлова Дмитрий Шпанько совершил чин освящения памятника. Многие, хотя и не были участниками здесь находящихся этих страшных событий, но по рассказам своих дедушек, бабушек, они прекрасно прочувствовали это страшное время, в которое пришлось ополчиться всей нашей стране, для того, чтобы одержать победу над этим страшным захватчиком всемирным. Для двоюродных сестер Светланы Васильевой и Надежды Сафроновой открытие этого памятника стало по-настоящему знаменательным событием. Среди фамилий на мемориале есть и фамилии их дяди, Ааронова Леонида Георгиевича. Он вообще имел бронь и не должен был идти в армию, но очень был ответственный, все его в деревне очень любили, и он всеми путями добивался, чтобы его взяли на фронт. И все-таки он попал на фронт, и, конечно, нам было очень грустно, и бабушка всегда вспоминала и плакала, что 10 марта 1945 года где-то на чужбине, что не здесь, что нельзя поклониться, нельзя приехать. У нас была только похоронка, стояла дата гибели, 10 марта 1945 года. И был слух, где он погиб, по слухам, под Кенигсбергом, и мы решили разыскать. В Варшаве, и она через Министерство обороны, через Красный Крест, разыскали. Война длилась 1418 дней и ночей. Это было одно из страшных испытаний, когда-либо пережитых нашей страной. Людмиле Шуриной было 7 лет. Она не понаслышке помнит те ужасные годы. Очень счастлива, что дождалась до такого дня, когда такой шикарный памятник у нас в этом списке. Мой отец пришел живой с войны. Но там много моих родственников, мой дядя родной, мой брат двоюродный, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы так вот встречали и помнили, помнили самое главное. Будут приходить сюда гордиться нашими героями и будут говорить им всегда спасибо за то, что они нас защищали, спасали. И я им говорю спасибо за все, что они нас спасли. Если бы не они, то нас бы в этом свете не было. По завершению торжественного мероприятия к подножью памятника легли традиционные в этом случае алые гвоздики и выращенные в деревенских полисадниках пионы и розы. Наталья Буслаева и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.